Привет, меня зовут Санра Виталини, я рада видеть тебя на моём канале. Я только что сняла для вас видео о любимой косметике и решила не томить и снять для вас ещё одно видео, которое выйдет немножечко или позже, или раньше того видео. И в данном видео я поотвечаю на ваши вопросы на тему школы, так как экзамены уже совсем скоро, и кто, как и я, относится к выпускникам, девятиклассникам или одиннадцатиклассникам, то я с вами, ребята, я тоже в этом году в девятом классе, поэтому будем вместе наслаждаться. Перед тем, как приступить к видео, не забывайте подписаться на мой канал, а также подписаться на мой инстаграм сандрой нижнее подчёркивание Виталини, и давайте уже перейдём к самому видео. И первый вопрос, который вы чаще всего мне задаёте, это в каком ты классе, и в какой школе ты учишься, и что я могу на это ответить. Я учусь в девятом классе, и в какой школе учусь, я не буду говорить номер школы, но я могу сказать, что ранее я училась в школе с углублённым изучением французского, а сейчас я учусь в школе с углублённым изучением английского языка. Второй вопрос, это какие предметы ты будешь давать на ОГЭ? Первое, у нас не ОГЭ, у нас ДПА, но в принципе это одно и то же, и предметы для всех обязательные в моей школе, это математика, это английский язык, так как специализация школы — это английский язык, и это украинский язык. Следующий вопрос, какой твой любимый предмет и какой твой нелюбимый предмет в школе? Если честно, я думала, что мне будет легко ответить на этот вопрос, но нет, это не так, мне нелегко ответить на этот вопрос, потому что, в принципе, можно сказать, что мои любимые предметы в школе — это английский и французский. Но я даже не знаю, если честно, когда ты снимаешь видео, а тут все заходят, понимаете, и выходят. Какой мой нелюбимый предмет в школе? Единственное, что могу сказать, что мне тяжеловато даётся физика и история, но всё равно я учу эти предметы, поэтому у меня нет нелюбимого урока в школе. Следующий вопрос, это у вас в школе много активностей? Если по словам активности вы имеете в виду мероприятия, которые проходят в школе, то да. Я являюсь президентом нашей школы, и я стараюсь, чтобы на школе проводилось много интересных мероприятий, конкурсов, каких-то соревнований, каких-то квенов. Следующий вопрос, как тебе относятся учителя и как ты относишься к учителям? Это достаточно интересный и странный одновременный вопрос. Я к учителям отношусь нейтрально, я не могу сказать, что у меня есть какой-то нелюбимый учитель, или какой-то учитель, от которого я просто без ума, нет. Я нормально отношусь к своим учителям, я их уважаю, потому что это учителя. У меня, как у любого ребёнка, если вы думаете, что я живу в идеальном мире, что у меня нет никаких конфликтов, что нет никаких таких вот историй, то нет, вы ошибаетесь. На самом деле у меня, как у любого ребёнка, бывают мелкие конфликты с учителями, но это всё, это всю жизнь, это всё периодично, это всё проходит, и каждый через это проходит, поэтому нет, я не могу сказать, что какого-то учителя я не люблю, или что-то в этом роде, если вы хотели это услышать. Как учителя ко мне относятся, тоже нормально, я всегда сделаю домашние задания, всегда стараюсь, хорошо учиться, мне это интересно, поэтому нормально. Следующий вопрос — это как ты готовишься к экзаменам? Я знаю, что многие вообще думали, что я уже заканчиваю школу, но нет, я всего лишь в девятом классе, но у меня всё равно есть экзамены, поэтому этот вопрос актуален. Как я готовлюсь к экзаменам? Так, как я готовлюсь к экзаменам? К английскому языку у нас готовят в школе. У нас есть учебник, который называется PET, то есть PET — это, кто знает, кто не знает, это экзамен международный, и мы занимаемся по вот этой программе PET, мы готовимся к экзамену. То есть на экзамене у нас будут задания как в PET, то есть такого плана, и будут сочинения. Мы каждую неделю пишем сочинения разные, и сдаём учителя, учитель их проверяет, и у нас есть там, кажется, 16, может, я ошибаюсь, вариантов сочинений. Мы уже практически все написали, вот так вот мы готовимся, в принципе, нас хорошо готовят, поэтому... К математике. К математике я вот буквально 2-3 дня назад начала готовиться, объясню почему. У нас есть вот такая вот толстенная книжка, где 50 вариантов, 3 уровня, слава богу, не 4, господи, спасибо, не 4, потому что мы не физмат-школа, и слава богу, спасибо, мама, что ты меня отдала не в математический лицей, потому что я потом, наверное, застрелилась. Украинский язык — это 70 вариантов диктантов. Мы в школе пишем, тренируемся, также дома я немножко, я тебе скажу честно, я не особо много их прочитала, я прочитала буквально несколько диктантов, ну, уже ближе к самому экзамену, я буду внимательно читать, перечитывать эти экзамены, возможно, перечитывать эти диктанты, возможно, делать какие-то заметки, пометки, вот так. Вопрос. Сколько раз ты меняла школу? Я меняла школу один раз. Какие советы ты можешь дать ученикам и выпускникам? Ну, выпускникам я вряд ли какие-то советы могу дать ученикам. Я хочу снять отдельное видео, в котором я буду вам рассказывать о каких-то лайфхаках для школы, и я думаю, что вам будет интересно это видео, где я поделю своими какими-то хитростями, какими-то такими вот прикольными лайфхаками, которыми я пользуюсь на протяжении учебного года. Совет, который я могу вам дать, это не распыляйтесь на всё, потому что всё успеть просто невозможно. И второе — это, наверное, учитесь больше в своё удовольствие, и вы, когда вы учитесь, вы должны понимать, для чего вы это делаете, и что из этого вы можете извлечь, то есть думать о будущей профессии, решать, кем вы будете работать, в какой университет вы пойдёте, и, возможно, расставлять приоритеты, и думать, какие предметы вам более детально изучать, что вам в этой жизни важно, что вам в этой жизни не важно, и не распыляйтесь на всё, пожалуйста. Ребяточки, это было всё видео на сегодня. Не забывайте ставить пальцы вверх, писать положительные комментарии, подписываться на мой канал, подписываться на мой Инстаграм. А с вами была Сандра Виталини, и всем пока!